АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Видишь, комитет занял твёрдую позицию. Вывод войск из Афганистана нас ослабит, а в мире уважают сильных. Согласен, Михаил Сергеевич. Только каждый день в Афганистане нас ослабляет. Мы там не побеждаем и никогда не победим. И это видят все у кого из глаза. Ну, министр обороны тоже говорит, вывезти войска можно, но сначала нужно ввести туда сто тысяч, закатать противника в асфальт, а потом, пожалуйста, домой. Ну, так мы окончательно разводили местное население. Вы вспомните, в семьдесят девятом году нас с цветами встречали, а сейчас стреляют из-за каждого угла. Мальчишки уже с нами воевать начали. А поверьте, очень неприятно стрелять десятилетнего пацана, даже если он в тебя целится. А наши придут домой. Вряд ли они сумеют адаптироваться к нормальной жизни, а им по двадцать лет. Это наше следующее поколение. Федь, ну, а сам-то как думаешь? Думаю, Михаил Сергеевич, что нам нужно как можно быстрее уходить из Афганистана. Да, сменить кармаль, поставить надежное правительство и уходить. Потому что так мы рискуем потерять свою страну. Эта война нас сначала разорит, а потом уничтожат. Вот, посмотри, армии — это одно, комитет — другое, МИД — третий, вы — четвертый, нет консенсуса. Михаил Сергеевич, армию давайте сразу исключим, потому что мы военные всегда готовы воевать, мы для этого созданы. МИД — это большая игра, показуха, по большому счету. А вот комитет — совсем другое дело. Пока страна находится в состоянии войны, объективно растет значение спецслужбы. И комитет, требуя продолжения боевых действий, на самом деле просто сохраняет собственные позиции. И вопрос вовсе не в том, выводить войска или нет, а в том, кто на самом деле реально управляет внешней политикой СССР. Вы или товарищ Чебриков? Федь, ты вообще сам допонимал, что ты сказал? Ну, так просто. Просто. Все у тебя просто. Чайку-то? Не откажусь. Добрый день. Добрый день. Тебе чего? Мне бы узнать. Так чего тебе? Где у вас Чепок-то узнать хотели? Там. Спасибо. Че он хотел? Да хрен его знает. Ну, ну. Это тебе за транспорт. Какой транспорт? Ладно. Ну-ка. Петлички, эмблемы по-крусски. Круссанты от Савенков или Савельев. Ну, вспоминай, о чем они говорили? Да они меж собой особо не разговаривали. Что, вы всю дорогу молчали, что ли? По-крусски байки травил всю дорогу. А круссант струхнул. Я видел. Если понадобитесь, вызовем. Рыжий готовил им плацдарм. Толя, успокойся. Кому? Им. Я врагов нутром чую. Это измена. И в прокуратуру внедрились. Панорама, дайте 181. Саня, у Бастини. Кто там к вам в полк прилетел? Вроде как из прокуратуры. Контора пишет, контора знает. Карышев. Кротов. Савельев. Савельев, имя, отчество? Дмитрий Федорович. Спасибо. Полковник Васнецов. Два три сорок семь. Дмитрий Федорович. Срочно нужны установочные данные на Савельева Дмитрия Федоровича. Повторите. Да. Жду. Полковник, дай приказ. Я этих тварей зубами грызть буду. Ну, береги зубы, Толя. Разберемся мы с твоим Загоровым. Да, добрались, устроились. Условия нормальные. В общем, работаем. Все путем. Спроси, сколько дней он там еще? Сколько дней осталось? Сколько они там еще дней-то? Ну, этот вопрос вообще не ко мне. Это все от вашего дол… От вашего Дмитрия, говорю, все зависит. Ну, Карышева спроси, понский бог. Мишка. Хорошо узнаю, сообщу. Всего доброго. Ну, вот видишь, а ты переживала. Пока я съешься же. Пока я там спать не могу. Рит, так нельзя. Медька уже мужчина, понимаешь? Мужик. Я когда по комендировкам мотался, ты спала ведь, правильно? Приспокойненько. Приспокойненько. Я в церковь ходила, свечки за здравие отстраивала. Тебе и Митике. Чего ты делала? Вот то и делала. Ну, это все уж совсем никуда не годится. Жена советского генерала и ходит по церкви, свечки ставит. Тебе не годится, а мне надежнее. Ну, не хочу. Рита, значит так, привыкай к мысли, что Митька у нас уже возрослел. Он еще не завтра будет офицером. И слава богу, что у него на плечах уже своя голова. Спать. Не нервничай так. Я не нервничаю. Спать она не может. Иди, Вон, ложись и спи. Я сейчас приду. Смешно. Ребята в Москве расскажу. Ну, вставать собираешься? Товарищ майор, разрешите увольнение в Кабул. Ты чё, курсант? А службу кто тащить будет? Вот сделаешь дело, погуляешь смело. Твой ход. И ферзь опять. Сам сделал. Свет. 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 Два. Три. Свет. А, вижу. О, хорошо живете. Товарищ майор, разрешите? Вот. У тебя талант завели. Прям как на выставку. Было у кого учиться, товарищ майор. В общем, свидетельские показания подшил. Осталось просить троих. Писаря, помощника дежурного и часового. Ну, дальше я сам. Это тоже в дело. Есть. А, товарищ майор, как насчет Табулы? Месь, да я бы рад, но у Кротов ком-полка договорился, чтоб тебя никуда не выпускали. Никто с твоим отцом ссориться не хочет. Кротов. Кротов. Алло. Ты где там ходишь, мать? Спишь, что ли? Ой, Мишка! Ну, как ты там? Я так рада тебя слушать. Как ты добрался? Я-то, да нормально добрался. Как банан из Эквадора. Зеленый, но ничего, скоро пожелтеть. Нормально. Миш, я так по тебе соскучилась. Я всю эту карточку поставила. Сижу теперь, на нее смотрю, как дура. Живу. Я тоже по тебе соскучился, Зая. Сильно. Ты что там, опять ревешь? Нет. Ну, я же слышу, Зоя. Не реву, нет. Прорвало. Зоя, так, а ну-ка, соберись. Отставить слезы. Иначе я тебе твою недельку не привезу. Ей-богу, принципиально. Будешь в Ивановской фабрике ходить. Я вообще ничего не привезу, что обещал. Хорошо, не буду. Ну, вот и молодец. Хорошая моя. Ты там только не раскисай, ладно? Вернусь, съездим с тобой в санаторий вдвоем. Ладно? Договори. Люблю тебя. Вон там пост плечет. Видишь, впереди. Здорово, мужики. Сигареткой не угостите? Курсы совсем наглые пошли, да? Они думают, если офицерами будут, то по жизни наглеть можно. Курсов на дух не переношу. Такая же фигня. А чего ж в училище тогда пошел, а? Так я не сам. Отец силы засунул. Он у меня сапог конченый. Так ты курс по неволе. Типа того. Откуда сам? Москва. Ненавижу москвичей. Я тоже. Я вообще под Свердловском родился. У меня там батя служил. А, земляк, значит, да? А ты? Из Брянска. Я вообще, мужики, всем земляк. Считай. Родился под Свердловском. Потом Владик. Перми. Семипалатинск. Ставропы. Омск. И сейчас вот здесь. Нихил тебя помотало. Не то слово. Бухнуть охота. Кому не охота? Чеков нет. Чеки есть. Где бухло? Известно где. В городе. На проспекте Моеводан. Погоди. Покажешь? Покажу. Вот здесь вот. А как в город добраться? На такси. Юмор оценил? Реально на такси. Там за КПП метров пятьсот они стоят. Ты, главное, к бардачу не садись. Маджахедом может оказаться. По башке даст, да в гору утащит. Слушай, мужики, мы же как-то с вами договоримся. Нет, земель. Извини, не договоримся. Я в этой ласточке каждый подшипник знаю. А тебя первый раз вижу. Ладно, ладно. Ну, хоть помогите из части-то выйти. Бакшиш на троих привезешь? Покажу. Само собой. Да он столько пойла не допрет. Допру. Я тебе сейчас место покажу. Как стемнеет, туда пойдем. Пастух такой нерадивый оказался. Я его ждала, ждала. Он заболел. Как совсем? Совсем, сестренка. Всевышний отпустил ему грехи. А что с барашком? Барашек выбрался из загона, но к нам во двор не заглядывал. Хорошо. Если он забредет, ты его накорми и держи на привязи, пока я не приеду. Хорошо, сестренка. Двери моего скромного дома всегда распахнуты для тебя. Мы будем часа через три. Передаю супу, чтобы он тоже был наготове. Он уже готов. Хорошо, Исмайл. Приеду, сделаем той. Спасибо. Что он сказал? Все хорошо. Я жду. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Да. Соединяй. Слушаю. Да, я посылал запрос. Савельев, Дмитрий. Сын. Генерал-лейтенант Савельева. Того самого. Ясно? Как не остался? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Савельев Есть хорошие куртки, телячья кожа Заходи, я тебе такую куртку дам Все женщины союза будут за тебя замуж выходить Спасибо Эй! Дубленку-то! Забыл! Ну что, нашел в лазерку, котяра? Ну ничего, я тебя привязывать буду, ты понял? Понял! Ты как здесь? Круто! Все эти чижи сюда по первому делу бегут! Дубленку хочешь? Взят? Я серьезно за мой все это! Объясните мне, вот вы на посту два часа, так? А если пить захотелось? Так пить же нельзя! Да, извините, забыл устав караульной внутренней службы Гарнизонный В розетку что-то совали? Какую розетку? Ну, ваш там умывальник рядом с постом? Ну да Ну, какая температура воздуха была в тот день? Я не знаю Я знаю! Сорок три с половиной градуса! Иди сюда! Кто в умывальник входил? Да много там! И офицер, и писаря И пьют они там? Как верблюдок А ты значит не попил, да? Чайник кипятят там? Да То есть нет, не положено Ты чай кипятил? Никак нет Боец Я тебя последний раз спрашиваю, кипятил ты чай или нет? Дверь там закрыл! Товарищ майор, я правда старался потушить. Просто не получилось. Я первым тревогу поднял и пожарным помогал. Ну, что ж сразу не признался? Испугался, что посадят. Матери сердце больное, ей нельзя волноваться. Ну, 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 ну. Ты чего? Ты ж солдат. Ты жуй, жуй. Организм растущий. Ну, смотри. Ну, днем жара, а ночью хоть тулу подевает. Не всегда так? Да, а ты еще в горах не был. Не дай бог. А как это проспект называется, где мы сегодня были? Мой Вадан. Мой Вадан. Мне понравился. Еще бы афганку без паранжи увидеть. Ну, это разве что только во сне. Ты больше не выйдешь за пределы части, Дмитрий. Да ладно, Мишка. Дядя чё, арестант что ли? Ты что, правда ничего не понял? Вы туповатый, товарищ курсант. Да совесть имей. Дядя тулуп, а ты… О! Собновка, товарищ офицер. Нашел беглеца. Вы, товарищ майор, больше ему этих отлучек не позволяйте, пожалуйста. Мне за него перед его отцом потом головой отвечать. А больше никаких отлучек и не будет. Я все уже дело раскрыл. Как раскрыл? Так. Пожар возник в результате халатности часового, кипятившего чайник. Протокол оформил, все подшито. Зав первым бортом в Москву. Да какой халатности? Ну, или вторым. Ну, у меня завтра день рождения все-таки. Я хотел как в кругу семьи, по-человечески. А ты это, Савельев, за практику не переживай. Показал себе хорошо. Я тебе в Москве лучше дело придумаю. Товарищ майор. Вот правда, от души. Мишка, ты мне руку не выдерни, от души. Товарищ майор. Почему так тихо? Комендантский час. А что будет, если нас поймают? Ничего хорошего. Тихо. Чай, я боюсь. Это нормально. Я тоже боюсь. Ничего на живые. Дыши. Дыши глубже. Ну, вот. Живем. Пойду в коптерку. Идите, я не пойду. А че так курсант? Че-то хмурый такой. У меня вообще кердец. Уезжай я завтра. Нам бы так. Может махнемся, а? Да. Ну, пришли. Да. Ух... Ух... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лариса, 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 Лариса. Лариса, Лариса. Как у восточной сказки. Это издалека. Поблизи вас оксильно проигрывает в привлекательности. Красавицы, можете привести себя в порядок. Тащакар, Исмаил. Уже наконец-то не знала, что бедра воды может меня сделать такой счастливой. Раздевайся. Тащакар, Исмаил. – Кто там? – Мишка Кротов. Мишка Кротов. Можно? Ух ты! Ух ты! Паю-паюшки, паю, не ложись а на краю, придет серенький волчок и укусит что-то там. Кошмар. Ни одной колыбельной не помню. Сын? Да. Как под копирку? Ну, это твой сын. Ну, все, все. Все, 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 все. Как назвала? Бахтияр. Это означает счастливый. Бахтияр? Да, Бахтияр. Ну, с именем Миши или Володи ему здесь будет непросто. Ир. Я завтра в союз возвращаюсь. Могу забрать вас с собой. Ты развелся? Нет. А кем же я буду там для тебя? Пока не знаю. На таких условиях не поеду. Вообще, выходи. И забудь про нас. Я не могу забыть. Ну, не рви ты мне сердце, Ирка. Я все решу, все решу. Потом, не сейчас. Для меня сейчас главное вот это. Мой сын в этом доме, в чужой стране, посреди этой бойни, Ирка. Пожалуйста. Как ты здесь вообще? Нормально. С мастерью держим швейную мастерскую. Ну, вот она сейчас на пару дней уехала. Так бы ты сюда не пришел. Да, я видел. Деньги ты передавал, да? Ирка. Ир, ты бы ложилась спать, а? А ты? А я здесь посижу. Посмотрю на вас. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вдруг он меня разлюбил? А может, это ты его разлюбил? Нет. Ну, тогда он приедет, ты его спросишь, разлюбил или не разлюбил. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Это чай. В общем, узнал я про твоего парня с фотографией. Это сын генерала-лейтенанта Савельева. Того самого. Из Москвы. Теперь хрен знает, что мне с этим знанием делать. Какая разница, чей он сын? В данном случае есть разница. Не по зубам он нам. Думаю. И что ты предлагаешь? Сообщить наверх. Я даже знаю, кому. Пусть там сами решают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ты поднялась уже? А он проснулся ни свет ни зря и давай хныкать. Я его на руки взял, давай баюкать. А он ни в какую. Ну, мы на улицу и пошли, чтоб тебя не тревожить. Иди к маме. Ир, ты чего? Ира? Ир, ты что, правда подумала, что я его украсть хотела? Ир! Ир, прости, я не хотел тебя напугать. Ничего бы не случилось. Если бы я знал, что ты так отреагируешь, я бы тебя разбудил бы. Разбудил бы. Ну? Однажды нас уже разбудили посреди ночи, постучали в дверь. Отец открыл, люди вошли, сказали ему, собирайся с нами, пойдешь. И увели его в ночь. С тех пор я его больше никогда не видела. Теперь я больше всего боюсь потерять сына, боюсь потерять мать. Ир, слушай, я думаю, извини. Мне возвращаться в честь нужно. Я пойду. Я заберу вас потом. И тебя, и сына. Джокси Бабанова Домой, 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 домой... Доброе утро, товарищ майор! Здорово. Разрешите обратиться? Такое дело. Ну? Да вот, видать, не судьба нам в ближайшее время домой-то попасть. Ты чё перегрелся, что ли, курсант? Никак нет. Не сгорели деньги. А если сгорели, то далеко не все. Это ещё что за новости? Украли деньги, товарищ майор. Посмотрите сами. Украли деньги. Вот-вот. Ну, ведь чего? Ну, как чего? Посмотрите. Деньги, лежащие вплотную к раскаленным стенкам сейфа, только по краям обуглились. А те, что в центре дотла. Как такое возможно? Я-то сам догадался. Никак нет. Под вашим чутким руководством приобретя бесценный опыт. Ну, ну, это хорош подлизываться. Какие будут распоряжения? Работать, раз ты такой головастый нашёлся. Тень день рождения. Кстати, по поводу дня рождения. Разрешите внести корректировочку? Хотелось бы отметить с вами. Ну, такая честь. Там в отеле Лакшар есть ресторанчик хороший. Не Арагвий, конечно. Но выпьем, закусим. Я угощаю. Я не пью. Девчонки будут. Девчонки? Девчонки, это хорошо. Девчонки, это замечательно, товарищ майор. Дуй давай, замечательно. Есть. Ты тебя просил только нос совать. Товарищ майор, для общего дела, как лучше хотят. Шуруй. Есть. Девочки. Девочки, это хорошо. Хорошо. О, курс. Вещички собрал уже. Так мы же не едем никуда. Как это не едем? Ну, так. Дело-то не закрыто. В смысле дело не закрыто? В прямом. Извините, товарищ капитан, мне работать надо. Фото младшего Савельева у душмана? Не просто душман. Оперативника зарубежных спецслужб. Его уничтожили вместе с бандой моджахедов. Мы пытались понять, кто он, откуда. Ничего. По картотеке запросили. Пусто. Серьезный персонаж. Так. Ты вот что. Ты придержи пока информацию. Понял. Я сам все проверю. Жди завтра в спецпочке. Есть. Понял. Лукьянов, срочно мне информацию по Дмитрию Федоровичу Савельеву, 61-го года. Курсант военного института. Особое внимание к контактам за последний год. Далее. Установить слежку за генерал-лейтенантом Савельевым. Да, да. Вы не ослышались. Выполнять немедленно. Коль, ну притормози. Сделаем. Померещица, ерунда какая-то. Ну, давай, поехали. Ну, чего? Как ты там? Соскучилась. И я по тебе. В общем, батники я тебе твои купил. Ну, я, в принципе, все тебе купил, что ты заказывал. А недельки? Их тоже. Зоя, я завтра не приеду. Почему? Ты же сегодня должен вылетать. Ну, есть тут еще дела кое-какие. Мне надо еще задержаться на пару дней. Что случилось? Тебя что, ранило? Да нет, господи упаси. А что тогда? Зоя, я что, на допросе, что ли? А тебе что, есть что скрывать? Мне нечего от тебя скрывать. А, ты задумался, прежде чем ответить. Ну, и как зовут эту причину, по которой ты задерживаешься? Ну, что ты глупости-то говоришь, а? Ну, конечно, для вас, мужиков, это глупость. Пустяк, да, бабу завезти, пока жена далеко. Зоя, прекрати, иначе разведу костер и сожгу все твои батники и недельки к чертовой матери. Да зачем? Зачем добру-то пропадать? Ты ей подари, а? Мне от тебя ничего не нужно, кобель. Как дура, что у тебя с этой твоей войны? А у тебя, наверное, на каждом задании, да, баба, есть? Может, и у меня тут какая под боком, а? Нет, у тебя нету. А, а там, значит, есть, да? А может, нам с тобой развестись? Может, и развестись. Все вырубай. Так, а ну, отошли от машины, чего вы здесь третесь? Сами где были во время пожара? Краулил. Нас же как, нас через сутки ставят? Всех на дорогу или в рейд. А мы крайние. А пишите, что видели? Дым. Первый дым увидел. Сразу начал на начальнику трезвонить. Я просто пост не могу покинуть. Кто входил, выходил? Фамилия, звания? Да все на разводе были. А так, первый дежурный выбежал. Потом помощник дежурного. Она с такой, с бандурой. Как ее? Пульт? Да. Они ее кинули на травку, схватили огнетушитель и обратно. А потом вышел часовой. Чмарина. Это ж надо было придумать. Из бритвочек, кипятильничек. Из окон кто-нибудь выскакивал? Из того, что на входе нет. А из другого, не знаю. У меня граница службы у торца здания. И хоть слона выносим. Какого слона? Здесь же верблюда одни. Ну что, опросил, допросил? В процессе. Так, все, завязываем играть в бирюльки. Производим обыски, определяем главного подозреваемого, закрываем дело и улетаем в Москву. Подушку подними. Товарищ майор. На секунду. Часовой ни при чем. Во сколько знаешь? Мне кажется, я ниточку нащупал. Дайте мне время, я во всем разберусь. Уверен? Да точно разрешите идти. Иди. Есть. Мэр, сэр. Можно, сэр? Есть новость от Флаерти. Продолжай. Она вышла на связь. Она и Добровольская прибыли на место. Сегодня должна состояться встреча с сыном Савельева. Но куратор их не встретил. Он убит, сэр. Через человека в хат Флаерти проверяет, мог ли он их засветить? Черт, это нехорошо. Передай, пусть немедленно сворачивает операцию при малейшем подозрении на провал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова